Что в образовании важнее – форма или содержание? Вопрос спорный. Не так давно президент страны высказался за возвращение школьной формы. В четверг представители Общероссийского народного фронта прибыли в Иваново, чтобы за круглым столом обсудить основные положения нового законопроекта. Когда мы в школе начинаем детей делить на бедных и богатых, на верующих или неверующих, то мы, наверное, забываем, что самый главный принцип школы – это учить. И в Ставропольском крае, который я представляю в Госдуме, еще несколько месяцев назад, после определенных скандалов с мусульманскими диаспорами, которые стали одевать детей в хиджабы, мы пошли по прецеденту, сказали, что оставьте школу для знаний. Мы в школах не должны делиться, мы в школах должны ходить, получать знания, и, наверное, самый главный принцип, который есть. Производить пошив школьной формы для всей страны вполне могут доверить текстильному краю. Поэтому перед тем, как усесться за круглый стол, гости смогли ознакомиться с производственными мощностями Ивановской швейной фабрики. Здесь выпускают и школьную форму в том числе. Весь процесс раскройки автоматизирован. В швейном цехе работают около 50 человек. Уведенным гости остались довольны. Для того, чтобы промышленность жила, необходимо вливание финансовых средств. По первым подсчетам, для вливания финансовых средств можно порядка 36 миллиардов привлечь в легкую промышленность. Я думаю, что предприятия легкой промышленности, в том числе находящиеся и работающие в Иваново, получат существенную при этом поддержку. Школьная форма не обязательно должна быть скучной и однообразной, уверены законотворцы. Даже одеваясь в одном стиле, учащиеся могут сохранить свою индивидуальность. И в этом им помогут в том числе и ивановские модельеры. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.